Продолжение следует... Соответственно, я изучаю, как формируются, как работают наши нервы, как образуются связи между ними. Вот эти связи между нейронами, надеюсь, о которых вы все слышали, образуются в зависимости от того, как под ним протекает ток. По нервам не течет ничего, кроме электрического тока. И законы распределения электрического тока и определяют наши знания, наш опыт, наше поведение, по сути, нашу судьбу. Так почему же дети помнят все-все-все-все моменты, у них ярче гораздо жизнь. В старости же мы можем помнить то, что было 30 лет назад, но абсолютно не помнить последние 10 лет. Почему это происходит? То заставляет нас так себя вести, что формирует нашу память. Как я уже сказал, по нервам течет только электрический ток. Но генерировать электрический ток способна только одна структура в организме. Это рецепторы. И рецепторы делятся на две огромные группы. Это внешние рецепторы и внутренние рецепторы. У них абсолютно разные задачи. Внешние рецепторы, их основная задача, это получение, переработка всех видов внешней энергии. Превращение ее в электрический сигнал. Потому что вся внешняя энергия, которую нам дарит Вселенная, это энергия Солнца, энергия воды, воздуха, Земли, чего угодно. Вся эта энергия, она дается нам просто так. Она просто существует, а мы научились ее брать, ею пользоваться. Бери, не хочу. У внутренних же рецепторов другая задача. А их основная задача, это постоянное, динамическое мониторирование состояния нашего организма. Да, они работают по тем же принципам. Как только изменяется физико-химический состав нашего организма, внутренние рецепторы генерируют электрический ток, который поступает в мозг. Но если в первом случае энергия Вселенной, она безгранична, то во втором она ограничена очагом. Очагом повышенной импульсации. Но это очаг боли. Повышенная импульсация из любого участка нашего тела – это боль. И значит, энергия в мозг поступает либо с космоса, либо из боли. И значит, энергия в наш организм поступает. И значит, энергия в нашу нервную систему поступает либо от Вселенной, либо от боли. А для чего это надо? Я уже сказал, для того, чтобы нервы работали. Для того, чтобы образовался вот этот огромный рефлекторный комплекс, связь между нейронами, нужно приложить энергию. Для того, чтобы прошел пробой, обычный электрический пробой между нервными волокнами, которые по сути-то изолированы. Значит, энергия должна быть чуть больше, чем нужно на обычное существование. Для того, чтобы появилась новая связь. И вот эти вот связи, куча-куча-куча-куча новых связей, образуют наши новые умения, наши новые знания. Это можно получить за счет такого увеличения. За счет повторения мать-учения, да? За счет хорошей мотивации, то есть большого потока энергии. И за счет боли. Метод кнута, пряника и зубрюшки. Вот три составляющие, которыми мы можем что-то научиться. Я уже сказал, что в случае кнута мы энергию тратим. Коэффициент полезного действия очень маленький. И когда мы используем эту энергию, что мы получаем взамен? Да, произошел взрыв. Как аккумулятор мы дали своему мозгу энергию, электроимпульс. Но потом начинаем заряжать этот аккумулятор. Мы начинаем тратить ту энергию Вселенной, которую мы могли использовать на благие цели, на построение. Мы используем на формирование очага, патологического очага боли, который нам в последующем может дать эту энергию. И как я уже сказал, все, что мы запоминаем, запоминается либо за счет счастья, либо за счет боли. А почему я говорю счастье? Да потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И все. Эмоции как таковые в природе не нужны. Они используются организмами с нервной системой для того, чтобы определить, насколько много энергии поступает сейчас. А энергия, я уже сказал, может быть и боевой. В принципе, мы можем быть счастливы, когда мы испытываем стресс. Когда мы испытываем какие-то негативные эмоции. Но в это время идет резкий подъем энергии. И мы ее воспринимаем как счастье. Но, так как это дискомфорт физический, не всегда это выраженнейшая боль. Это может быть какой-то дискомфорт. Где-то тянет, где-то курит. Там в зобу дыхание сперло. Ведь вспомните, как описывается любовь. Дыхание затаило. Сердце заколотилось. Колености подогнулись. Бабочки в животе. Ведь, по сути, это описание физического дискомфорта. Это описание боли. И, тем не менее, в этот момент человек счастлив, человек энергичен. Организму нужна только энергия. А счастье, по сути, ну, это такой, можно сказать, психологический, поэтический термин. Но организму нужна энергия. И он ее получает. В результате перенесенных заболеваний, травм, вот эти комплексы, рефлекторные комплексы, они могут содержать боль за счет того, что появились там, были сформированы участки высокого электрического сопротивления. И когда появилось высокое сопротивление, энергии внешних рецепторов стало не хватать. Просто не хватать. Ну, не дают они больше. Каждый внешний рецептор, внешний, внутренний, он способен дать энергию 10 минус 9 ватта. Ну, все. Вот он сработал, и все. И тока становится мало. И тогда нужно увеличить количество работающих рецепторов. И тогда включается уже боль. И вот с возрастом мы все чаще болеем, да? Все больше запускается каскад развития хронических заболеваний за счет того, что мы энергию тратим не на себя, а на формирование патологических очагов хронических болезней своих. Чем человек старше, тем меньше он получает, нет, неправильно, он получает энергии от внешних рецепторов также, но меньше ее доходит до мозга. Ему приходится включать все внутренние рецепторы, то есть все свои хронические заболевания. А у них энергии мало. Поэтому в детстве мы очень хорошо все запоминаем. И время течет мгновенно. Ведь наша жизнь, это не те годы, которые мы прожили, а те мгновения, которые мы запомнили. Там, где сумели сформировать вот этот вот рефлекторный комплекс. С возрастом эти рефлекторные комплексы формируются намного хуже, старики запоминают хуже. Поэтому время у ребенка течет иначе. Он помнит все. У него было великолепное настроение, у него была куча энергии, и они сформировали кучу, 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 кучу рефлекторных путей, которые снабжаются, энергоснабжаются. Старики же не могут себе этого позволить. Их энергопотребление очень мало. Им приходится энергию черпать из боли. И поэтому они не помнят, вот что такое день сурка. В это время не произошло ничего, что принесло бы вам счастье или боль. И поэтому мы это не запомнили, не сформировался новый рефлекторный комплекс. Нету этого. Так как же исправить эту ситуацию? Как снова стать здоровым, энергичным, спокойным, счастливым человеком? Нужно сделать так, чтобы сформировались участки низкого сопротивления. То есть убрать участки высокого сопротивления. Восстановить нормальную, оптимальную энергию, проводимость нервных путей. Сделать так, чтобы КПД вот этих нервных волокон стало максимальным. Как это делается? Надеюсь, вы не будете мне сейчас говорить о психологах, психотерапевтах и тому подобное. Никто не использует эти методы у людей пожилых. Потому что нету никакого эффекта. Существующие все эти способы, они не способны дать то, о чем я сказал. Может быть поэтому многие люди в возрасте ударяются в религию. Потому что религия восстанавливает в них те детские воспоминания, которые несли большой поток энергии. Более подробно о том, как работает наша нервная система и как она влияет, ее законы, на наше поведение, на наше настроение, на наше здоровье. Вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылку я положу в описании. Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Именно попробовать. Потому что после регистрации на сайте в течение пяти дней у вас будет свободный бесплатный доступ. Именно для того, чтобы вы проверили на себе, что это действительно работает. Оно очень интересно работает. Вам ничего не нужно делать. Вы надеваете наушники, слушаете вот это будение и занимаетесь своими делами. Тем, чем вы занимаетесь обыденно. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Этот метод физиотерапии создавался не для того, чтобы вы лучше запоминали, не для того, чтобы вы становились счастливыми. Все это побочка. Метод создавался для восстановления проводимости нервных путей. Для того, чтобы уменьшить сопротивление этих путей. Понимаете, я врач-соматик. Я анестезиолог-реаниматолог. И мне гораздо интереснее было работать с такими тяжелыми заболеваниями, неизлечимыми заболеваниями. Инсульт, ДЦП, астма, кардиология, сахарный диабет. И у меня получалось. Я получал хорошие результаты. А о том, что это работает и на уровне психологии, это я уже понял в последующем. Когда понял, что наши эмоции лишь производны от энергии. Когда вы проводите сеансы, уже через несколько сеансов, вы заметите, что ваша энергичность, ваша работоспособность увеличилась. Возможно, сначала вы не почувствуете себя более счастливым. Как я уже сказал, что организму, да ему безразличны ваши эмоции. Ему нужно, чтобы он получал больше энергии. И только когда вы выйдете на более высокий уровень энергии, вы почувствуете радость. Вы заметите, что вы занимаетесь своими делами и при этом вы улыбаетесь. Ваше настроение улучшается, да, оно идет постепенно. Так будет продолжаться до определенного момента. Пока в какой-то момент, вот действительно момент, в течение нескольких секунд, ваше настроение вдруг станет великолепным. Это происходит потому, что данный рефлекторный комплекс больше не содержит боли, как источника альтернативной энергии. И количество энергии по этому рефлекторному комплексу идет максимальное. Значит, вы испытываете максимально положительные эмоции. Вы счастливы в этот момент. Вы также можете пройтись по всем-всем-всем своим проблемам, которые у вас есть психологически и физически. Это займет гораздо, конечно, больше времени. Но тем не менее, это реально. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Изменяйте свое настроение. Становитесь спокойным, уверенным, счастливым человеком. Верните в свою жизнь радость и энергию. А если быть правильным, верните в свою жизнь энергию и счастье. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как еще вы можете изменить свою жизнь. И как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что жить можно энергичным человеком. Жить можно счастливым человеком. Что единственная эмоция здорового человека – это счастье. Все остальные эмоции – это признак болезни. Это признак высокого сопротивления. И использование боли как источника энергии. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Будьте энергичны. Продолжение следует... Продолжение следует...